МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господин президент, доброе утро. Мало времени, давайте по ходу. На что еще, кроме дорог, будут выделяться деньги? Я не знаю, честно говоря. Денег мало, проблем много. Так что посмотрим. Может, государство будет обращать внимание больше на проблемы бездомных животных? Я вам обещаю, как только решим проблему бездомных людей, займемся животным. А может, потратить деньги на развитие АПК? Может быть, не знаю. Мало времени, простите. Почему вы так мало общаетесь с прессой? Даже Янукович больше давал интервью. Сравнение, конечно, спасибо. Так себе, но я обещаю. Просто из-за времени, из-за нехватки его, точнее. Обещаю, найду окошко и встречусь со всеми представителями СМИ, с общественностью, отвечу на все вопросы. Последний вопрос. Пожалуйста. Откуда у вас такой странный автомобиль? Это не ко мне, это к Толику. Аратоль, скажите, пожалуйста. А почему она красная? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор, мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ. А что имею право на животу? Вот тут набьют оту слуга народа. Итак, Сергей Павлович, мы все изучили. На ремонт дороги в Киеве у вас будет один год и один миллиард. Вы шутите? А я похож на юморист. Да. То есть нет. Я просто хотел сказать, я не ослышался, вы сказали один миллиард? Именно миллиард. Не два, а один? Да, именно один. Почему? Объясните. С удовольствием. Вот обратите внимание, это известный французский виадук Мейо. Один из самых красивых мостов в мире. Нравится? Да? Вершина строительной и инженерной мысли. А вот более знакомая для вас красота. Дарнецкий мост. Строился в два раза дольше, чем французский. Оттого в два раза дороже. Улавливаете мысль? Да. То есть нет, я... А как же мы за миллиард дороги отремонтируем? Качественно и быстро. Еще вопросы есть? Есть. Как же мы за 500 миллионов? Надежно, качественно и быстро. Что еще не ясно? Все не ясно. Как я за 100 миллионов? Надежно, качественно, быстро и молча. Я молчать не собираюсь. Каким макаром я могу за 10 миллионов? Что-то не устраивает? Иди к президенту. Я-то пиду к президенту, Николаевич. А ты, как всегда, иди нахуй. Опять 25? Ну, мать, ну что я могу сделать? Ну, такой вот приказ. С денег не дают, зарплаты не дают. А дороги, будь добр, сделай. Хуй, тебе не дорога, Николаевич. Все. Объявляю страйк. Пи***ь нас, б***ь. Доброе утро, Сергей Викторович. Доброе. Что на этот раз? В смысле? Просто в каждом твоем доброе утро, Сергей Викторович, есть нотки растерянности, паники и легкого шока. Вот я и спрашиваю, что на этот раз? Круглый стол с арабами, делегации из Кореи, или может быть ужин с итальянцами. Прошу. Хуже. Вам предстоит настоящий экзамен о профпригодность. Нас пригласили в гости. Завтра в индийском посольстве состоится встреча с атташе по культуре. Не вижу ничего страшного. А черный костюм классика, беседы на отвлеченные темы, и никаких анекдотов, правильно? Как вам сказать? Не совсем. Ох, ю-мою. Индийская культура своеобразна и многогранна. Вам нужно очень хорошо подготовиться, чтобы произвести впечатление на индийского атташе. Имя есть у этого атташе? Конечно. Минакши Шукхават. Как? Минакши Шукхават. Можно проще. Мисс Шукхават. Не сказал бы, что это проще, конечно. Но... Подождите, а что, мисс, она же женщина, что ли? Она не просто женщина. Она племянница индийского миллиардера Мухаммада Шукхавата. Если вы ей понравитесь, страна получит выгодный контракт в машиностроении. На сколько выгодны? 20 миллиардов. Я тебя внимательно слушаю. Борис Петрович, мне так приятно, что вы выделили время для меня. Я знаю, какой вы, пожалуйста, занятой человек. Поэтому без всяких там вдоль да около. Давайте сразу перейдем к важному вопросу. Мне было приятно с вами поболтать. Мне так жаль, что вы уходите. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А что мы тут делаем? Ой, Васька, вы... Как у тебя дела? Как ты? Не уходи от вопроса. Ты что? Я никогда не ухожу. Ну? Смотри, я вот только пришла. Кофейку. Уходи. Или, может, пей хочешь? Нет, нет, пей. Да? Что это такое? Это не мое. Боже, это, наверное, я забыл. Это что? Вась, это личное. Ну тебя вообще никак не касается. Светочка, в последнее время, мне так кажется, меня касаются все твои дела, которые потом в нашей стране могут вылезти боком. Хорошо. Значит, я решила заняться бизнесом. Что такое? Бизнес? Бизнесом? Бизнесом? Ты? А я не могу в нашей стране, да? Мне надо, наверное, сначала было кому-то там занести. Не поясничай, пожалуйста. Каким бизнесом? Опокойся, никакого криминала. Я буду... шить. Ты. Единственный раз, когда я видел иглу в твоей руке, ты была под капельницей. Так я же не сама. Нет, ты чего? Ах там? Ну, для начала, не знаю, будет две, три. Швеи. Кей швеи, фабрики. А, Свет, какая фабрика? Швеи, наверное, башня. Я понимаю, Света, я говорю, какая фабрика? Ты понимаешь, что это такое? Это серьезное предприятие. Люди, зарплаты, налоги. Полно проблем. А где стартовый капитал ты возьмешь? Никаких проблем. На законных основаниях. Беру кредит в банке. Значит, столько я уже поговорила. Там ничего не светит. Она отказала. Надо пойти в какой-то другой банк. Свет, даже если мне дадут кредит в банке, ты понимаешь, по какой причине? Потому что ты моя сестра. Намасте. Традиционное индийское приветствие. Руки на уровне груди и легкий наклон головы. Не нужно так низко наклонять голову. Вы не челобитно убьете. Ладони соединены на уровне груди и легкий наклон. Если вы будете наклонять так, то вы этим покажете свое неуважение. Ладони соединены на... Мы не на утреннике. Не надо хлопать. Ладони соединены на уровне груди и легкий наклон головы. И легкая улыбка. Искренняя улыбка. Не надо так улыбаться. Хорошо. Над намасте поработайте дома. После того, как вы поздороваетесь, на вас наденут цветочную гирлянду в знак приветствия. Куда вы суете голову? Вначале намасте. Да, запах, мягко говоря, неожиданный. Главное, не подавать виду. Ради 20 миллиардов я готов потерпеть. И самое главное, ни под каким предлогом не прикасайтесь к госпоже Шутхават ни к кому-либо из делегаций. Понимаете, исторически индийское общество разделено на множество каст. И если вы пожмете руку представителю одной касты после того, как вы пожали руку представителю другой касты, вы можете обидеть их обоих. Понял я, понял. Никого не трогать. Прекрасно. А теперь перейдем к чаепитию. Может, у меня уже неплохо получается. Ты знаешь, у меня бизнес-проект. У меня море заказов уже. У тебя заказы? Да. Интересно, какие? А мы и шьем. А вы шьете? Формы. Формы? Да. Кому? Всем. Армия. Армия. Полиция, да, жизнодорожники, пожарные. Пожарные. Олимпийки. Кому? Олимпийцам. Свет, хватит придуриваться. Ты понимаешь? Чтобы шить форму госструктурам, нужно выиграть тендер. Кто тебе сказал, что именно ты выиграешь тендер? А кто? Я же твоя сестра. Я так и знал, понимаешь? Опять эти родственные штучки. Я же тебя предупреждал. Никакого кумовства. Я этого не потерпел. Да, именно так. Я ничего не начал. Вот так прям надо. Только чакры, понимаешь, открыла. Куда ты? Бизнес куда? Тебе чакры бежал? Надо сорвать. Я кого я сам? Слушай, я тебя не трогал. Я не убивал тебя никого. Постойте меня, пожалуйста. Я тебя предупреждаю. Если я узнаю, что хоть один человек из этого аппарата имеет с тобой бизнес-делишки, я его уволю. Света. Слушай, а что люди пошли? Наверное, кафе закрывается. Ты за кофе укрошу, знаешь, что-то? Итак, Сергей Викторович, запоминайте. В чем же особенности индийского ритуала чаепития? Во-первых, ничего не принимайте и не подавайте левой рукой. Она считается нечистой. А не чужая левша? Напоминаю, на кону 20 миллиардов. Хорошо. Все делаем правой. Второй момент. Масала-чай. Скажу прямо, напиток на любителя. Поэтому лучше не пить, а просто сделать вид, что вы пригубили. Оксана, ты когда-нибудь была в буфете в доме актеров? Не приходилось. Так вот я там пил такое, что это твой масала-чай, это детский лепет. Все-таки советую сделать вид, что вы пригубили. Ну и что ты хочешь нам показать? А что это? Президент приехал в стриптиз-клуб. Ну приехал и что? Это не обычный стриптиз-клуб. Широким спектром услуг. Все зависит от желания клиента и его оплатежеспособности. Ну хорошо, хорошо. Давай посмотрим твой прямой эфир. Я вижу, что пришел одинокий мужик, смотрит на танцующую бабу и что? Ну и баба-то никакая. Что за детский сад? Сейчас даже жены мужьям на дни рождения стриптизер заказывают. Здравствуй, Марина. Василий Петрович, зачем вы опять пришли? Ты прекрасно знаешь, зачем я снова пришел. Я не хочу. А я хочу. Ну как вы не понимаете, мне это не надо, мне это неинтересно. Ты здесь не одна. Это уже нечего. У меня есть. О, господи, ну найдите себе кого-нибудь другого. Не буду. Помоложе, помоложе. Не надо мне поглупее, помоложе. Я не хочу. Да, Василий Петрович. Нет, ну кто мог подумать? Да суди, ну что он сидит, ну? Я не хочу себе искать никого другого. Господи, ну мне это не надо, вы понимаете? Я думаю, ты сама не понимаешь, насколько тебе это нужно. Я не хочу. А раньше хотела. Восьмой класс. Вспоминай, вспоминай. Как ты хотела? Разве я заставлял? Я с тобой бегал. Я тебя просил, а чем? Ты все сама решала. Сама хотела, сама оставалась после уроков. Мариночка, доченька. Нормальный человек. Ну давай, давай, соглашайся. Нет, Мариночка, ты не соглашайся. Наоборот, то изнасилование больше дадут. Если она несовершеннолетняя, получишь премию. Ну и Вася лет 10-15. Ребята уходили все, ты одна была не такая. Все уходили, ты оставалась. И умоляла меня, за уши не оттащишь. Так хотела заниматься наукой. Зачем ты бросила исторически, ради чего? Ради вот этого всего. Ты ведь шла на красный диплом. Ну а что я буду делать с этим красным дипломом? Какой исторический? Я не понял. Савицкая, что это такое? Простите, господа, кто же знал? Ну я думаю, ты понял, Кривицкий, что премия отменяется. Я Савицкий. Ты дурак, Савицкий. Работай, а то пойдешь вслед за Кривицким. Нам нужен компромат. Промат. Играет музыка Это вообще что такое? Это как называется? Василий Петрович, асфальт спешки не любит. Мы работаем. Сметы, тендер, то-сё. Слушайте, какое то-сё? О чем вы говорите? Когда начнутся работы? Работы уже идут, но только подготовительные. Мы закупили новую технику. Клинкер, битум, портланд-цемент. Да, он действительно много закупил. Новый Вайбах. Майбах. Новую яхту Рояль Мартин. Рояль Марин. И новый Харли Дэвидсон. Я уверен, что вы, как новый министр инфраструктуры, не повторите ошибок своего предшественника. Конечно, Василий Петрович. Не волнуйтесь. Я все ошибки учту. Сколько? Что сколько? Ну, ваша доля. Я думаю, что вы, как новый министр инфраструктуры, меня не подведёте. Василий Петрович, сделаю всё, что смогу. Итого, новый министр смог купить пейхаус в Лондоне, небольшую виллю в Испании и маленький замочек в Шотландии. Замочек? А я как сказал? Ты-то говоришь, что я журналистам должен всё время объяснять, что ты имел в виду. Кто имел в виду? Да ты... Иди работай. Пошёл. Я надеюсь, что вы, как новый министр инфраструктуры, серьёзно отнесётесь к возложенным на вас обязанностям. Конечно, Василий Петрович. Уже не терпится начать. Начал он хорошо. Дом в Конче-Заспе, квартира на Олипках, Мазерати-Гран-Туризма, катер Монтерей. Здесь сейчас всё правильно сказали. Сейчас всё правильно сказали. Тётя Катя, я уже ни на что не надеюсь. Я просто молю Бога, чтобы вы, как новый министр инфраструктуры... Василий Петрович, та я бы... Тётя Катя, не надо. Господин президент, не волнуйтесь. Вы ж меня знаете. Я не подведу. Я вам такие дороги сделаю. Лучше, чем в Америке. В Америке? Да. А ещё дом в Гавайях, квартира в Лондоне, два кубика, пять слитков с золотом, десять сумок Эрме, спортивный, эксклюзивный костюм Фенди за 10 тысяч долларов. Тётя Катя побила все рекорды по жадности. Зачем ей всё это? Это не ей. Это дочери. Тётя Катя отдельный список. Господи, дорога. 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 Танцы у нас в Украине. Прошу садиться. Ага. Спасибо. В правую. Ну? Первыми говорят хозяева. Хочу выразить надежду, что в ходе сегодняшней встречи Украина и Индия выйдут на новый уровень отношений. Будьба! Намасте. Здравствуйте, во-первых. Пожалуйста, Молодыч. Меня зовут Николай Гринюк, Киев Отрадный. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос по поводу сноса старых и ветких зданий. Хотите снести Отрадный? Ну, не совсем. Скажите, пожалуйста, как будут решаться проблемы с расселением жильцов, которые живут в таких домах, которым нужен капитальный ремонт? Будем выделять новое жилье. Новое обещание, Василий Петрович. А что с дорогами? Ваш, Яночка, сарказм понятен. Но вы же знаете, что эта проблема уже четверти века. В общем, я не первый, который со своей командой пытается хоть что-то сделать с дорогами. Просто проблема была в людях, которые управляли этим процессом. Василий Петрович, вы сейчас пытаетесь снять с себя ответственность? Нет, я не снимаю, еще раз я вам говорю, ответственность. Я просто пытаюсь вам объяснять. А может быть, хватит объяснять? Вы покажите. Власть там все объясняет, рассказывает, а дороги как не было, так и нет. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот выбрали, стал хитрым, скользким, вороватым хохлом. А вы считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым хохлом? А может быть, он и был таким хохлом? По-вашему, хохлами рождаются? Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хохлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцами. И раз мы родились, значит, мы как-то это заслужили. Или мы, или родители, или предки наши, неважно. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким, розовощеким украинцем. Три с половиной килограмма. Вопрос в другом. Как из этих трех килограммов вот так превращается человек в сто-килограммового хохла? Как это происходит? А я вам объясню, мы сами виноваты. Вот такие, как вы, Яна, как я, как мы все, мы сами виноваты. Все начинается в роддоме. Родился этот мальчик, нужно занести. Занести обязательно, надо дать врачу. Не дали, залезай обратно. А потом мы этого ребеночка переносим домой. И там этот ребеночек еще украинец. Как только начнет мотать на усы, станет хохлом. Что он видит? Первое, папа. Папа сидит, естественно, смотрит телевизор и говорит, да во всем виноваты. Эти козлы, эти скоты, эти политики. Черт вы, между этим пересчитывает 200 гривен, которые вчера заработал на пикете, когда стоял за этих же козлов и вонючих депутатов. Это нормально. Не стоит папа, стоит кто-то другой. А что это кто-то другой должен взять эти вороватые бабки? Почему не я, думает папа? Ребенок наматывает на ус, и наш украинец по чуть-чуть начинает превращать своего папу в этого хохла. Но по чуть-чуть. Не все потеряно. Вы думаете? Все потеряно. Есть дядя. Дядя из Авира. Тетя из БТИ. И все устраивают мальчика куда? В школу. Дорогую школу. Не, дорогую. Именно дорогую школу. И заканчивает очень хорошо ребеночек школу. И едут все отдохнуть на Днепр. Аттестат получили. Одни пятерки, конечно. Почему нет? Шашлычок, коньячок. Очень вкусно. А мусор? Мусор хохлы уберут. И в этом приподнятом настроении поступаем мы в институт. Все те же помогают решать. И после института. Куда мы едем? На Днепр. А что же там загажено? А что же там везде этот мусор тут же табличкой прибито? Не мусорит. Кто же тут на мусоре? Что же эти хохлы не убирают после себя? И в хорошем настроении на новой Хонде, подаренной к выпуску из института, мчит наш уже полухохол полуукраинец. По ночному Киеву. Там, где нет дорог. И абсолютно насрать, извините меня, на людей, которые в это время спят. Пришли с ночной. Или мать, которая уставшая на двух работах, чтобы прокормить своего ребенка. Только-только укачала пацана. Он мчит в будущем. А будущее не за горами. 20-25 лет он станет депутатом. И превратится наш, украинец, в стопроцентного, чистокровного хохла. И все у него будет хорошо. Правда, детки будут учиться в Швейцарии. Не здесь. Ну, чтоб подальше от хохлов. Отдыхать он будет уже не на Днепре, там же он насрал. А вот на Мальдивах. Ну, чтоб подальше от хохлов. Квартирку себе купит дед в Лондоне. Тоже, чтоб подальше от хохлов. Подальше от этого всего. Не мое. Вот такая загадочная у нас хохлятская душа. А есть еще вопросы, дорогие мои украинцы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok